81 год назад солдаты и офицеры Красной Армии преодолели реку Протоку и, развивая успех штурма, стремительно освободили станицу Славенскую от гитлеровских оккупантов. По традиции, на берегу в районе форсирования реки собрались представители администрации и общественности, учащиеся и студенты, жители. В день освобождения прошли памятные мероприятия здесь и в центре города в парке «Сорокалетие Победы». Немецко-фашистские захватчики, которые держали оборону на речном берегу, не случайно отчаянно сопротивлялись преодолевающим водную преграду наступающим советским войскам. Станица Славенска представляла для них большую ценность. Они использовали её выгодное положение и природные богатства края для реализации своих далеко идущих целей. Но их надежды удержаться на этих рубежах были напрасными. Сила и мужество Красной Армии всё преодолели. Именно поэтому каждый год в день освобождения славянцы приходят сюда, чтобы почтить память героев. Мы собираемся здесь у памятного знака, чтобы вновь и вновь благодарить всех, кто освободил некогда станицу Славенскую. Все памятные мероприятия посвящаем тем, кто прошёл войну, не предавая себя и других. Прошёл шаг за шагом, год за годом, боль за болью, потому что не было обратного пути, потому что впереди была одна победа. И вот уже 80 лет мы помним подвиг легендарного поколения освободителей. С благодарностью и уважением мы относимся к ныне живущим ветеранам. Эти люди – наше особое достояние, гордость и пример для будущего поколения. Дорогие друзья, давайте помнить, что наше будущее невозможно без исторической памяти и без знания правды о самой страшной войне 20 века. Давайте уважать и благодарить всех, кто защищал нашу Родину. Самые искренние слова прозвучали в этот день в адрес фронтовиков и тружеников тыла, которые помогали ковать победу. Для меня большая честь участвовать в митинге, посвящённом освобождению станицы Славянского от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что молодое поколение должно помнить и чтить память людей, которые освободили нашу станицу, которые участвовали в войне и победили. Участники Славянского отделения Всероссийского движения «Юнармия» отправились к памятнику воинам-освободителям в вечное слава павшим за Родину, расположенному на старом кладбище, для того, чтобы возложить нам цветы. После минуты молчания в честь памяти павших состоялось возложение венков и живых цветов к памятному знаку воинам-освободителям на месте форсирования реки. Я учусь в пятой школе, и в нашей школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию. Мы помним о подвиге героев. Мы сейчас все тут собираемся, все студенты, вся молодёжь, люди, которые пришли почти где-то день. И это для всех нас очень важно. Мы, как будущие педагоги, будем воспитывать патриотичную молодёжь, развивать в детях с самого раннего возраста все патриотические навыки, дух любви к своей стране, к своей Родине. В заключении торжественного мероприятия под звуки залпа на воду реки Протоки был спущен траурный венок в память о героях. Венок, покачиваясь на тёмной весенней воде, поплыл по течению. Празднование освобождения станицы Славянской продолжилось в парке «40 лет победы». Глава Славянского района Роман Сенеговский сказал, что этот день – один из главных праздников муниципалитета и героический день в истории нашей малой Родины. У подвига нет срока давности. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом освободителей. Но наши земляки выстояли, проявив истинную силу духа и любовь к нашей малой Родине. У подвига нет срока давности. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом освободителей станицы Славянской. Говорим спасибо нашим дорогим ветеранам, воинам и труженикам, которые противостояли оккупантам и восстановили станицу в мирное время. Благодарим за то, что отвоевали нам право жить свободными людьми в свободной стране. Сегодня каждый из нас глубоко осознает значение Великой Победы и важность сохранения независимости России. Мы гордимся нашими земляками, которые стоят на защите Родины и выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Низкий поклон всем воинам. Мы верим в победу и ждем возвращения наших бойцов домой. Мы снова, как и раньше, переживаем радость победы и скорбим по погибшим героям. От имени Славянского совета ветеранов, собравшихся, поздравил его председатель Вячеслав Салмин. Сегодняшнее поколение – это преемники славных традиций русского народа, русского воинства. Свою готовность к защите Родины они показали на примерах подвигов в Афганистане, в Чечне, Осетии, Дагестане, Сирии. И сегодня героически выполняют свой воинский долг. Мы вносим свой вклад в продолжение истории нашей Родины, сохраняя память в своих сердцах о подвиге наших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Славянская молодежь хорошо помнит о том, какой ценой было завоевано освобождение, и чтит павших за свободу воинов. Каждый, кто положил свою жизнь ради освобождения Астаницы, достойен уважения и великой памяти, которую мы будем нести сквозь года. Кроме того, юнормейцы заступают на пост и понимают, насколько важно это делать, чтобы нести память через сердца, привлекать молодежь к данным патриотическим мероприятиям, ведь патриотизм очень важен в наше время. Венки и цветы были возложены к Вечному огню и к мемориальным комплексам парка. Славянцы всех поколений знают, что счастливая мирная жизнь была отвоевана дедами и прадедами, которые для этого ничего не жалели. Да, это сильная была оборудована немецкая линия обороны. Она называлась, кстати, Посейдон, которая по берегу реки Протоки была. Она была хорошо укреплена, но уже, как говорится, советские воины, то бишь Красная, рабочая крестьянская Красная Армия, к тому времени уже хорошо научилась воевать. И вот она терпеливо, массово, с порядком, так организована, шаг за шагом освобождала захваченную ранее территорию. Именно благодаря тому, что наши, как говорят, предки нашли в себе силу воли, мужество, и этого страшного врага изгнали. Подарили нам нынешнюю жизнь, что мы можем спокойно жить и развиваться. И до сих пор слова поэта живут в народе. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».